Творческие коллективы выступили с большим успехом на сцене Большого театра. Художественный руководитель ансамбля «Симт» Сергей Кочев отметил, что масштаб и важность такого мероприятия невозможно переоценить. Для коллектива это большое продвижение. Было потрачено много сил, энергии и ресурсов для того, чтобы достойно представить богатую культуру Осетии. Художественный руководитель подчеркнул, что подобные события играют важную роль в сохранении культурной идентичности. Самое главное, что надо сказать, что исторические события разворачивались на наших глазах 15 числа. История присоединения Осетии к России, 250 юбилей. История, где впервые госансамбль «Симт» выступил на сцене Большого театра. За всю историю «Симта» не было такого события. У нас наш народный артист Инал Санакоя выступил в плавном танце на сцене Большого театра. Это выделение нашего коллектива, большое продвижение для нас всех. Концертная программа длилась 3,5 часа. Творческим коллективам, несомненно, удалось погрузить зрителя в атмосферу древних легенд и современного искусства. Зрители увидели не только мастерство исполнителей, но и глубокую связь с историей своего народа. Госансамбль «Симт» и ансамбль «Алан» и ансамбль академического танца «Гшель» московский. Очень много разных коллективов из России. В принципе, Осетии, маленький джигит, наш хор Госансамбль «Симт», президентский хор, хор с Владикавказом под руководством Ольги Джанаевой. Коллективов было очень много. Наш коллектив выступал в четырех номерах. Отдельно, как коллектив, мы выступили с Остинским переплясом. Также мы участвовали в «Калинке», «Лезгинке», которую мы реализовывали вместе с ансамблем «Алан» и ансамблем «Танц-Гшель». Также мы выступили в прологе, где реализовывалась и разворачивалась история с наркотесским героем Гурдалагона. Незабываемым моментом стал танец «Симт». Его исполнили 20 пар – артисты государственного ансамбля «Симт» и северо-осетинского государственного ансамбля «Алан», которые постарались передать зрителю ценности, заложенные в осетинской культуре. И, конечно, огромный танец на 20 пар – ансамбль «Симт», ансамбль «Алан», наши солисты – Инал Санакуев, народная артистка из ансамбля «Алан», Майя Дзакуева. Это было очень красиво. Жаль, что со зрительного зала нам не удалось посмотреть. Концерт прошел совместно с участием «Симта» и государственного ансамбля «Алан». До концерта у нас состоялись репетиции во Владикавказе. Мы отрабатывали общие совместные номера, которые мы представили уже в зале Большого театра. Исполняющий обязанности директора госансамбля «Симт» Вадим Санакой выразил благодарность всем, кто оказал поддержку в поездке. Это было историческое событие для государственного ансамбля «Симт». Выступать на такой большой исторической сцене Большого театра – это была большая честь для нас. Огромное спасибо, хотелось бы сказать, и руководству нашей республики за ту поддержку, которую они нам оказывают. Особая благодарность нашему президенту Гоглеву Иолану Эдуардовичу за финансовую помощь. Также хотелось бы сказать большое спасибо нашему министру Дзагоеву и Радмиле Филипповне, которая также нас поддерживает. Эта поездка составилась в большей части из-за него. Выступать на исторической сцене было нелегко. «Мы волновались и чувствовали большую ответственность», – говорит заслуженная артистка Республики Южной Осетии, Абхазии и Чеченской Республики Жанна Санакоева. «Очень они тепло нас принимали. Насчет выступления могу сказать, что волнение было очень сильное, неописуемое даже у бывалых артистов. Но перед самым выходом как-то все собрались, как-то все прочувствовали вот этот момент ответственности и того, что мы представляем лицо нации Южную Осетию. И молодежь это прочувствовала очень глубоко, очень собрано, оттанцевали, думаю, что были на высоте. Впечатления феерические, потому что за очень много-много лет многочисленные сцены, очень много выступлений. Но такой уровень, такая сцена – это было даже для меня, человека, который уже долго танцует, это было нечто новое». Государственный ансамбль «Симт» активно продвигает свою гастрольную программу. Сейчас артисты уже готовятся к первому совместному концерту с чеченским государственным фольклорным ансамблем песни и танца «Нохчо». По плану концертная программа намечена на 1 ноября текущего года. Алена Аутаева, Заур Устаев, Зарий Марсуева. Информационный выпуск сегодня.